Решила снять видео как я квашу грибы. Может быть это кому-то будет интересно. Это подмолочники или молочай или грусть какой-то там красно-коричневый. Теперь понятно, почему он называется молочаем. С него реально льется. Вот так вот. Сейчас я их все почищу и замочу на пару часиков. Пускай пройдет мусор. Молоко лишнее отойдет. Потом будем квасить. Нет, потом я обработаю вот эти грусти, потом лисички. Сегодня у нас предстоит вечер, как сказать правильно, заквасок, квашения. Так, вперед. Так, вот я их все перерезала. Вода такая сразу стала мутная. Сейчас воду поменяю и оставлю часа на два. Ну, как получится. Еще этим заниматься и этим. Вот, он подождет свою очередь. Лисичку будем квасить бланшированную с применением сыворотки молочной. Вода кипит. Начинаем закладывать лисички. Все. Ждем, пока закипят. Пока займемся белыми груздями. Они ждут в своей очереди, чтобы их кто-нибудь почистил. Вот такие замечательные розовые волнушки попались сегодня. Прямо как будто знали, что нам встретятся белые грузди. Вот как раз таки вместе мы их и заквасим. Квасить будем классическим холодным способом. Без всяких бланширований, сывороток. Ничего лишнего у нас тут не будет. Это процесс долгий. Поэтому получается очень вкусно. Так, закипели мои лисички. Сейчас мы соберем пену. Так, ну все. Достаточно, я думаю. Здесь у меня налита холодная вода. Сейчас очень быстро я их опущу в холодную воду. Чтобы они оставались тверденькими и красивенькими. Лисичка наша остыла. Откидываем ее на дуршлаг. Чтобы она очень хорошо стекла. Потом будем взвешивать. Так, закончила я чистить эти грузди белые. Сейчас на форуме разместила фотку с вопросом, что за груздь. Мне ответили, что это водянисто-зональный. То есть, не настоящий, видимо. Еще не читала пока некогда. Вот, сейчас поменяю воду. В любом случае он горький. Чем будет литийного вымачивания. Как любую груздь. С млечным горьким соком. Сейчас поменяю воду, поставлю. И зайдемся квашением, наконец-таки, наших уже обработанных грибов. Сейчас будем квасить лисичку. Здесь у меня кориандр. И черный перец горошком. Я хочу их измельчить в струбке. Вот, как-то так. Сюда же высыпаю вот это все измельченное. Квасить буду в этой банке. С широким горлом. На дно положу лавровых листиков парочку. Так, и чеснок. Наверное, столько хватит. Так, вот так получилось. Прямо почти полное. Вот так рыхленько лежит. Не стала я ложить гвоздику. Не хочу. Это у меня молочная сыворотка. Доливаем. Сколько она идет. Так, теперь у меня вот такая куча укропа. Укроп обычный, из супермаркета. Вот так я его свернула долькой. И туда плотненько закладываю. Так. Вот такая красота получилась. Через пару дней она все начнет бродить. Бурлить. Так. Ну, в общем, как-то так получилось. Сверху просто накрываю крышкой. И все. Вот эта банка. Сейчас уберу ее в холодильник. Она уже 4 дня простояла. Вот здесь такая образовалась, как... Вот-вот начнется плесень. Сейчас я залью это сверху маслом. И еще дня 3-4 в холодильнике. И можно будет кушать. Это очень вкусно. Так. С лисичками все. Сейчас будем квасить вот это. Подмолочники. 1,3 кг. И 1,3 кг. Они хорошо стекли, постояли. Так что 2,6 кг. Ну, грубо говоря, 2,5 кг. 40 г соли на каждый килограмм. 40-40. Короче, 100 г соли нужно на это все. И все. И все. Только соль. Хотя можно добавить немножко сахара. Будет вкуснее. Так. Добавила соль. Это у меня семена кориандра. Ну, примерно так. Черный горошек. Все на глаз. Так. Лавровые листья. Можно кинуть просто на дно. Буду квасить вот в этой большой кастрюле. Так. Чеснок целый. Я вот так слегка придавила ножиком. Тоже сюда. Так. И положу сюда гвоздички. Потому что подмолочник слегка попахивает рыбой. Я думаю, гвоздика ему не помешает. Вот. Я переложила в кастрюлю. Сверху. Сейчас пойдет укроп. В качестве крышки, так сказать. Можно добавлять листья черной смородины, листья хрена, вишню, зонтик, укроп с зонтиками. Все это, конечно, придаст дополнительный аромат. Но у меня ничего этого нет. Поэтому обхожусь тем, что есть. Сверху обычная тарелка. И нужен гнет. В качестве гнет, я думаю, подойдут наши лисы. Вот так. Тут где-то килограмма два вес. Пока достаточно. Все. Оставляем в таком виде. Дня 4 точно. А дальше будем посмотреть, как пойдет процесс брожения. Сейчас утро. Прошло 12 часов, как я заквасила наши грибочки. Вот кастрюля у меня где-то 10 литровая примерно. Вот как просела. Я вчера тут поставила метку, сколько их было. Вот. А сейчас, наверное, где-то уже вот так. В общем, пару дней еще постоит. Потом будет видно. Лисички тоже уселись. Вот так они. Я положила небольшой гнет. Это у меня мраморный камушек. Вот. Чтоб не всплывали. Была тоже полная банка. Но лисички проваренные. Поэтому большой высадки они уже не дадут. А вот сырые будут уменьшаться в размере где-то в два раза. В принципе, уже где-то в два раза и сели. Так что процесс идет. Ждем. Это белые грузди. И волнушки. Сейчас каждые три часа буду менять воду. Они тоже пока лежат в воде. Пока горечь выходит, они тоже уменьшаются в размерах. Вот. Белой грузди мне много ответов на форуме. Груздь называется водозональной. От настоящего там почти неотличим. И говорят, что самое вкусное из груздей белого цвета. Вот такой волосатенький, прикольный груздь. Сегодня суббота. Прошло два дня. Белые грузди мои отмочились. Горечь вышла. Сейчас буду их солить. Точно так же, как красно-коричневые и лисички. Здесь вот за два дня появились пузыри. Еще ниже просели мои коричневые грузди. Много очень рассола. Вот. Здесь тоже пузырьки в лисичках. То есть процесс брожения идет. Появился такой кисловатый уже запах. Так что все в порядке. Еще пару дней. Потом буду пробовать выбирать в холод. Добавила соль. Чуть-чуть сахара. Кориандр. Черный перец. В кастрюлю сухой укроп нашла прошлогодний. Лавровые листики. Пару гвоздичек кину. Чеснок. Сейчас все это перемешаю. Буду укладывать слоями в кастрюлю. Так, сверху укроп. Тарелка. И по традиции очередная банка квашеных. Все. Здесь я сегодня заквасила лисичка. Белый. Подосиновик. В общем, все подряд. Тоже на сыворотке. Сегодня ездили. Чуть-чуть набрали. Все. Оставляем в таком виде. В тепле. Жидкость не добавляю. Сок они свой пустят. В тепле дня на 4. Дальше будет видно. Так, сегодня понедельник. Буду перекладывать грузди. Красно-коричневые. Из кастрюли в банку. Убирать в холодильник. Банки литровые. Надеюсь, хватит. Даже еще останется место. Положила на дно чеснок. Семена укропа. Лист черной смородины. Листья вишни. Ну, черные горошки. Рассол приобрел. Уже достаточно кислый вкус у него. Так, это у нас укроп выкидываем. Хороший очень запах. Такого квашеного чего-то вкусненького. Вот наши грибочки. Так выглядят. Вот. Чеснок я выкидывать, наверное, не буду. Хотя он весь уже свой запах отдал. Рассол соленый. Абсолютно нет никаких признаков плесени. Солено-кислый, точнее. Так что сейчас это все плотненько переложу в баночки. И все. И буду убирать на хранение. Подливаю рассол частями. Чтобы не было воздушных пустот. И сильно плотно грибы я не набиваю. Чтобы, в принципе, будут еще идти процессы ферментации и брожения. Как бы нужно место, чтобы все это происходило. Сверху укладываю листик хрена. Есть у меня вот такие крышечки. Это крышки сгущенка. Продается с такими крышками. Все. Я внутрь вставляю, чтобы был как бы небольшой гнет, что ли. Грибы были погружены в рассол, не всплывали. Вот так. Все. Все. Процесс закончен. Пишу себе вот такие напоминалки. Что в банке я и так вижу. Пишу, что это сырые. 3 августа заквашены. До 3-10 не трогать. Ставим в холодильник. Периодически посматриваем, если образуется плесень. Выкидываем. Протираем крышечку водкой. Доливаем рассол, если он вдруг куда-то исчезнет. И так далее. После 3 октября открываем и едим. Очень вкусно. Лисички мы тоже заквасили. 30 июля. До четверга они, в принципе, еще постоят в холодильнике. Потом можно уже употреблять. Сегодня у нас среда. 5 августа. Белые наши грузди всего до кондиции. Пора их уже укладывать в баночку. Баночку я подготовила. Набор стандартный. Чеснок, кориандр, черный перец, листья черной смородины, вишня. И зонтики укропа. Вот такой вид приобрели грузди. Очень вкусный запах. Все. Перекладываем в банку. Белые грузди засолены. Напоминалка написана. До 5 октября не трогаем. После открываем и едим. Долгое получилось у меня кино, конечно. Ну, как есть. Спасибо, что меня смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Хороших вам находок в лесу. Полных корзин. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok